На примере камеры 9 стандартное обучение, которое необходимо для успешного пользования любым стадикам нашего производства в любых условиях. Первое, что необходимо сделать, это установить камеру и сбалансировать ее механически. Соответственно, в более дешевых устройствах это делается с помощью отверток. В данном случае здесь все делается клипсами. Если клипсы очень туго защелкиваются, нужно на полуоборота открутить этот винт. Если он вообще очень свободно заходит, нужно закрутить. Соответственно, клипсы регулируются вот этим винтом. Здесь везде эти клипсы, и от этого устройство становится очень удобным. Сюда можно поставить как сверхлегкую камеру, допустим, Sony A7, так и сюда можно поставить со всеми воротами, что это будет больше 6 кг. В случае, если мы ставим сверхлегкую камеру, то этот мотор начинает ее перевешивать, и могла быть лишь одна проблема, что нужно будет вот этот винт отрегулировать вот в этом винте этот винт. И если она совсем легкая, может быть сюда любой повесить груз, то есть чего угодно примотать тяжелый. Потому что все-таки позиционируется для тяжелых камер. Все устройства, основной показатель, в котором надо их сравнивать, это, ну, кроме мощности моторов, удобства и внешнего вида, это отсутствие люфтов. То есть мы можем с вами, люфт проверяется таким образом, что нижняя платформа относительно самой верхней точки, если мы верх-низ ее толкаем, то мы с вами видим люфты, которые могут быть, как на этом моторе, здесь, здесь, везде. То есть одно СМР, но так оно проверяется. Соответственно, здесь нет даже микро-микро какого-то люфта. В этом есть особенность. Также прочность. В данном случае по АКМ-9. Прочность у нас здесь усилена. Усилены все крепления в самых опасных моментах. Очевидно, даже с физики, с точки зрения, здесь самый большой широчек, здесь может вырваться все. Поэтому у нас усиленно здесь и вот здесь. Соответственно, можно крепить на вертолет, и не бояться, что от этого улетит, куда-то отвинтившись. Дальше просто из особенностей конструкции оплаты. У нас все пропшиканы там от дождя. Таким образом, нет опасности. Есть опасность ливня всегда, но нет опасности мносящего дождя. Также у нас все на пайке. То есть все, без исключения китайцы, все-все-все делаются на разъемах. У нас на пайке, таким образом, меньше рисков, что что-то случится. И везде антивандальный подход. То есть у нас везде есть какие-то штуки, чтобы можно было потянуть за провод, и ничего не случится. Ну и, конечно, провода в сеточках. И провода рассчитаны таким образом, ни много ни мало, что ровно столько, сколько нужно. Из интересного особенности ICOM-9 здесь у нас стоит некий слеп ринг. Переводится на русский непонятно как. В общем, штука, которая позволяет крутиться миллион количеств раз. У всех остальных устройств не так сделано. Соответственно, мы можем любое количество раз крутиться. У нас этот провод относительно проводов вниз никогда не порвется. То есть там штука бесконечного кручения. Слип ринг на английский называется. Устройство ICOM-9, в данном случае, любые устройства ICOM еще очень хороши тем, что они все модульные. То есть вот этот мотор меняется там за несколько минут, если что-то с ним случится, еще ни разу не случалось. Вот платы из-за пайки может быть сложнее менять, но по сути тоже никогда не случалось, но платы тоже возможно заменить. И, конечно же, возможно любая модернизация. То есть трубочки все делать, люди ставят сюда. Это на краны какие-то, что-то привинчивать. То есть это как конструктор. Очень удобно в этом. Из интересного модернизации недавно, буквально месяц назад, это придумали возможность, как у модных стадикамов, в три секунды снять верхнюю ручку. После этого весь стадикам складывается вот так, без верхней ручки убирается вот это, туда уходит, и это можно взять в ручную кладь и в самолет. Механическая регулировка. Повторюсь, очень важно отрегулировать таким образом, чтобы во всех положениях камера стояла и не наклонялась. Есть понятие регулировки по разным осям. Для этого вводим термин. Что такое ось? Не знаю, как-то исторически сложилось, что данная ось, клюв, клюв, клювание, когда он клюет, называется pitch по-английски. Они как-то супер переводятся. Вот та ось, которую горизонт держит, называется roll. И вот это вот панорамирование по-русски называется яв, и переводится не панорамирование, а рыска. Не очень смешно этот перевод. Там он рыскает вот так. Вот. Соответственно, все термины дальнейшего обучения будут исходить из этих, основанных на этом. Так вот, нам нужно отрегулировать таким образом, чтобы по всем осям pitch, roll и яв у нас все было сбалансировано. Что это значит? Если у нас с вами, если мы с вами поднимем по этой оси вот его выше, то он будет при наклоне опрокидываться. Вот. Если ниже, то, соответственно, при наклоне он будет возвращаться очень быстро. Нужно, чтобы при наклоне он стоял на месте вот так. Небольшой возврат вот в эту сторону допускается, но в другую не допускается. То есть, соответственно, если вот так мы оставим, он пойдет сюда, это неправильно было. Итого, самое правильное, чтобы он остался на месте, вот так. Ну, или ушел сюда чуть-чуть. Итого, это настройка вот этой оси, вверх-вниз. Дальше. Если у нас с вами не настроена вот эта ось, вот она регулируется, в данном случае вот эти клипсы, то у нас даже при настроенном вот это, он будет уходить сюда или сюда. То есть, здесь вопрос не о том, чтобы он держался так или так, а он просто, стоя вот так, будет уходить сюда, если тяжелый объектив. Соответственно, с тяжелым объективом его надо сдвинуть сюда, очевидно. Если легкий, то сюда. Вот. Таким образом мы настроили механически по этим осям. Что дальше? Он может выдвигаться сюда. Как мы с вами сами догадались, двумя клипсами мы можем вот это все двигать по вот этой оси. Если нам здесь что-то не дает, мы можем еще воспользоваться вот этим винтами. Если это не дает, повторюсь, значит это легкая камера. С легкой камерой мы вчера, допустим, просто вот такой липучкой, просто легкий аккумулятор сюда привинтили, все что угодно сюда, очень удобно прикручивается, после этого все регулируется. Таким образом, можно сказать, что сюда можно поставить даже саму легкую камеру, в данном случае, допустим, Sony Nex или Sony A7, вообще мы ощущаем такие. Будут, может быть, сложности с регулировкой еще моторов, потому что он слишком мощный для легкой камеры. Ну, мы уже на 6D попробовали, 6D всего весит 700-800 грамм, наверное, с объективом меньше килограмма, поэтому можно сказать, что тест на маленький камер, но он пройдет. Все, механически мы с вами уже научились, получается, настраивать по вот этой оси, по вот этой оси осталось самое сложное. Значит, на самом деле, достаточно один раз настроиться, но надо настраивать еще по оси яв. Это, ну, дядя, на счетах, поэтому лучше это не делать постоянно. Значит, нужно вот так поставить его и не отпускать, потому что здесь обалденный вес, просто почувствовать вот чуть-чуть приспустить, вот отпустить капиталь, на микро вот, как бы, чуть-чуть расслабить его. И я сейчас вижу, что он сильно не уходит сюда и сильно не уходит сюда. То есть я сейчас чувствую, что он примерно равненавешенный. Если он не равненавешенный, а уходит сюда, это лучше. Если он не равненавешенный и уходит сюда, это очень плохо. Как только. Опитーバ, калибруется? это единственное неудобное место, но слава Богу, что это делается неудобно практически. Соответственно, с этими четырьмя винтами из страшилок, да, я сегодня буду много страшилок рассказывать. Из страшилок очень сильное закручивание этих винтов может трестать трубок. Имеется в виду, что это очень сильно. То есть у нас студент третьего курса Баумовского студента, он очень сильный мальчик, вот, соответственно, он у нас уже пару трубок обработал. Вот. Соответственно, нам достаточно такого усилия, что просто не прокручивать. Наверное, все. То есть, посмотрите, если чуть-чуть приспускаю, он вообще-то стоит на месте, но чуть-чуть идет вперед. Это просто то, что надо. Это идеально. Итого сейчас идеально для РЭД настроено, но мы, на самом деле, при такой настройке работали с 6D, и как-то все получалось. Все. Ужастики механические позади. Напомянул я про дождь. Считается, что тогда, когда вам не жалко бедный РЭД или камеру использовать в такой дождь, в такой дождь можно использовать для этого устройства. Но точно так же, как вы камеру будете накрывать всякими пакетиками, рекомендуем для приличия термоусадочным, как он называется, пакет для бутербродов прикрыть здесь, вот, там. И, конечно же, вот от дырки в плату. Повторюсь, все защищено, но точно так же, как и камера, типа, защищена, но вы, типа, все равно жалеете, так и это надо жалеть. Какие страховки возможны? Ну, хоть там все пролито, вся плата, но большие капли дождя, наверное, могут что-то испортить, просто интуитивно так, если анализировать. Моторы, хоть и закрыты, но через эту щель большое количество влаги может пройти, если он пройдет, там смазка, просто она потихонечку будет уходить. Если мы хотим, чтобы это устройство было вечное, оно вечное, по сути, то вот можно так его пожалеть. Здесь тоже подшипник, тоже смазка, то есть эту буту тоже можно как-то закрывать. Так, физически, моросящий дождь, мы даже, как бы, на компьютерах летаем, то есть не боимся. Что еще по конструкции не сказано, джойстик у нас у всех есть, джойстиком, здесь можно настраивать таким образом, чтобы джойстиком даже управлять. Последнее время появился наш джойстик, который вполне приятно им работать даже, то есть им можно в одной из, здесь в устройстве есть несколько профайлов, пять штук, профайлов каких-то предустановок. И вот можно в одной из предустановок сделать так, чтобы джойстик управлять джойстиком, а не режимом снижения, отдельно это я скажу. Но у нас так установлено, что джойстик для начальной установки, то есть мы, допустим, с вами начинаем снимать и наклоняем, наклоняем чуть-чуть ниже, если хотим всегда снимать там, не знаю, ноги. Или наклоняем чуть-чуть вверх джойстиком, чтобы, допустим, хотим снимать там солнышко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...